Давай еще такой момент, только уже подробностью, такие они может быть и не нужны. Может и не нужны. Ну, что еще очень важно, вот с позиции, допустим, можешь ты, как бы, или можно ли тебе сейчас говорить с позиции Львовского Совета? Смотри, я не говорю... Или от себя? Я говорю от себя, потому что я священнослужитель рахманской традиции, ученик моего духовного учителя, а Львовский Совет меня исключил из своего списка состава и реестра. Но, чтобы ты смог его задать, мне надо еще кое-что сообщить. Там была какая ситуация? Вот в 12-м году весной я уехал в Москву проповедовать, они меня доставали, 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 доставали. Вдруг две недели тишина и спокойствие. Я приезжаю на Украину, общаюсь с людьми, оказывается, что Дарьяна Треслава уже сместили. И главой Совета стала Сверджеровский. Так, несколько лет был этот самый Сверджеровский Пурид главой Совета, поляк, со своей командой. Фактически главой был Иван Шачевский и его, как секретарь, его сын Александр Шачевский. И они мне прислали письмо по адресу, все, где они написали, что они меня исключают из списка, состава и реестра. Дальше. В 14-м году, получив определенную поддержку, Дарьян Треслав смог из Совета вытеснить Асвияра и его команду и вернуть себе контроль над Советом. После этого он сказал, что все те постановления, все, что принималось Львовским Советом, недействительно. Таким путем, с одной стороны, меня исключили, с другой стороны, это исключение недействительно. Поэтому, в принципе, это тоже можно каким-то путем использовать. Но на данный момент исключили, и спасибо им. Потому что, как бы, исполнять их указы в 80-х годах я не собираюсь. То есть, ты, типа, как освобожден? Ну, что-то такое. А учитель меня благословил на это дело и сказал, что моей платой ему за то, что я у него учился, является распространение бед. Что я и сделал. Кто внимательный, тот в видео должен был услышать это. Вопрос такой, во Львовский Совет может кто-то попасть, извини, или он туда попадает, По локальным связям, или по каким-то заслугам, или там, по каких критериях? Смотри, меня, когда назначили временным представителем, это просто учитель меня назначил туда для того, чтобы чуть-чуть их подразнить, проверив у кого какие глюки. Ну, просто, если ты к ним, допустим, приезжаешь и скажешь, я хочу стать членом Совета, тебя даже не пошлют. Понимаешь? Так, я спрашиваю, что надо? А, ничего не надо, а членами Совета это всё закрыто, абсолютно герметично. Типа как масонская ложа. Хуже. Масонская ложа есть теоретическая возможность постороннего проникновения. Когда человек там общается с масонами, они его берут на какие-то собрания, делают посвящения, и он становится масоном там первой ещё какой-то степени, так же ж? А здесь не так. Здесь вот есть тот или иной род, этот род потомственно занимает определённую функцию в Совете, и потомки этого рода будут исполнять эту функцию и дальше, и дальше, и дальше. Но оно тут 50 на 50, и правильно, и неправильно, два в одном. Согласен. То есть это уже, как я тебе сказал, что начинаются глюки. То есть, получается, ликвидировали посторонних там, с одной стороны, а с другой, допустим, инертность консерватизма, она... Инертность и вымирание. Вымирание, почему? Потому что даже сын Раяна Правейслава, он решил не следовать ведической традиции, а выйти. Если сохраняется право выхода и не сохраняется право входа, то это приведёт рано или поздно к вымиранию. Ну, как вариант. Конечно, можно представить, что они будут очень много плодиться и сохраняться, и то, и сё, но тогда тоже это будет какая-то такая грубка абсолютно несостыкуема с остальной цивилизацией. Но, опять же, случайностей не бывает. Ну да. И тоже, допустим, вот твоё положение, вот оно тоже много чем интересно. И, допустим, твои знания. Там не самому интересно. А? Мне самому это интересно. Интересно, как они дальше будут на меня глючить? Чего они мне там новое пришлют? Что они меня опять исключают? Или они меня всё-таки не исключают? Или чё? Ну, ты же, получается, не родовой. Нет, я вообще для многих из них, я это что-то такое, чего вообще и не могло бы быть, по идее. Потому что я пришёл к духовному учителю, он мало того, что меня принял, то ещё и практически сразу назначил своим представителем в их совете. А у него был какое-то там влияние, типа? Ну, он Рахман. А он имеет право? Смотри, высшей властью рахманской традиции является Рахман. Так там они все Рахманы? Нет. Смотри, как изначально было. Изначально, вот по территории Украины, России, извиняюсь, по территории Украины, Белоруссии и Польши, отчасти, небольшая часть России, есть Рахманы, есть их народа, есть хранилища. Вот, соответственно, есть некая группа, которая отвечает за согласование этих рахманов или за выработку общего мнения рахманов по тому или иному поводу. И есть верховный глава традиции. Верховный – это род вепшитских, который прервался на маркияне вепшитском. То есть сейчас главы традиции как такового нет. Есть глава Совета. Это все равно, если, допустим, в государстве нет президента, а его президента становится спикер. Ну, образ понятен. По факту нам ни спикер, ни президент не нужны. Ну да. И получается как? Получается, что, в принципе, Совет по отношению к рахманам вообще никто. Они слуги рахманов должны быть. Поэтому они бы, конечно же, даже если бы он, я не знаю, в прямом смысле чёрта назначил бы представителем, они бы его приняли. Может, побрили бы его как-то рожки, ему бы оберегами обвешали бы. Ну, во всяком случае, радует только одно, что у них есть Знания. У них есть Знания только для них. Ну, хоть и даже для них. Ну да. Они хоть есть. Не, смотри, я подхожу с той стороны, что всё хорошо. Есть анунаки – хорошо. Есть там серые – ещё лучше. Ведь то, что нам непосредственно хорошо, как Знания, это, конечно же, хорошо. То, что нам даёт испытания, тоже хорошо. Так, а если что-то по-настоящему плохо? Кроме наших грёков. Вот это никто. У меня вёл лёк податься, если орны ловあтом Beat. Его ровно мы с овлём б 열�ard하고 в твой желтый.